как бы заложим такое основание для сегодняшней проповеди всем известная многим известная притча о сыне которая много открывает нам глаза на то как Бог видит ситуацию как мы видим ситуацию эту притчу по-разному интерпретируют иногда эту притчу интерпретируют как что блудный сын это как тот человек который вообще никогда не знал Бога или как человечество которое ушло от Бога когда-то так же она подходит всегда тем людям которые знали Бога но ушли от Бога и нуждаются в том чтобы вернуться к Богу то есть я бы так сказал это универсальная притча поэтому если ты сейчас к Богу и думаешь что это не для тебя то не факт знаете вот поэтому или наоборот да только начинаешь слушать Слово Божье и думаешь ну тоже это не для меня она действительно универсальная в ней есть определенные принципы Иисус говорил притчами в которой закладывалось очень много информации которую мы до сих пор достаем достаем и достаем да давайте мы прочитаем и дальше будем размышлять с 11 стиха 15 глава Евангелия от Луки еще сказал у некоторого человека было два сына и сказал младший из них отцу отче дай мне следующую мне часть имения и отец разделил им имение по прошествии немногих дней младший сын собрав все пошел в дальнюю страну и доброзначил имение свое живя распутно когда же он прожил все настал великий голод в той стране и он начал нуждаться и пошел и пристал к одному из жителей страны той а тот послал его на поля свои пасти свиней и он рад был наполнить чрево свое рожками которые ели свиней но никто не давал ему придя же в себя сказал сколько наемников у отца моего избыточствует хлебом а я умираю от голода встану пойду к отцу моему и скажу ему отче я согрешил против неба и перед тобою и уже не достоин называться твоим сыном прими меня в число наемников твоих встал и пошел к отцу своему и когда он был еще далеко увидел его отец его и сжалился и побежав пал ему на шею и целовал его Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол, откормленного теленка, потому что принял его здоровье. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне ни козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение свое с длудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое, твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Аминь. Такая вот история, которая вообще вскрывает многие моменты такие, да, религиозные моменты вскрывает, да, что оказывается можно быть с отцом, да, как этот старший брат, но не знать отца, но быть недовольным, да, но не пользоваться тем, что есть у отца. Да, и как будто бы, да, вот Иисус возвышает этого блудного сына, как будто он, да, ну, кто-то может подумать, как будто блудный сын лучше. Нет, да, да, вот все эти моменты, они требуют, ну, подхода и размышления, да, что Бог хочет нам сказать в этой истории. И основной посыл сегодняшней проповеди это, ну, я вот в центре это говорил, приезжал в Пятницу, и сейчас хочу именно об этом проповедовать, что, что такое вход в Божье Царство. Вот, в чем заключается вход в Божье Царство, по-настоящему, кому принадлежит Божье Царство. И именно с этого Иисус начинает вообще свое служение, свою проповедь. Я вот задавал вопрос ребятам, хочу задать вам вопрос. Вы помните вообще, вот первое, что Иисус произносит, начав проповедовать? Вот Иисус начинает проповедовать, у него есть проповедь. Давайте мы ее так назовем, заготовленная проповедь. Как вы думаете, Иисус готовился? Я думаю, да. Да? Я думаю, да. Ну, потому что если он был обычный человек, он должен был готовиться. Он должен был собирать мысли, и это не просто так вот, ни о чем не думал, и оно, говорю, родилось. Понимаете? Я вот, про чем говорю, готовился. Может быть, он не писал конспекты, но он размышлял. И он готовил свое послание. Как его выразить? Да? Он говорил из духа, он говорил из переживаний, которые были накоплены за 30 лет земной жизни, находясь, да, вот. Да, мы говорили, что такое Рождество, да, что это Бог пришел, Бог воплотился. И он пришел как бы не пустой, не с пустыми руками, и не с пустым сердцем. Он пришел что-то сказать. И вот его послание было самым важным, в принципе, потому что в нем заключалось его учение, да. И мы видим, да, как проповедовал в одном месте, его там просили остаться, и он говорит, нет, я должен идти дальше по другим городами, должен и им проповедовать. Я уверен, что, я сейчас говорю о чем, например, да, о Нагорной проповеди. Знаете, да, такой термин есть? Нагорная проповедь. Почему Нагорная? У нас есть улица Нагорная, да? Так мне хочется. Почему Нагорная? Нагорная. Все просто. Зашел на гору, приступили к нему ученики, народ, и он, открыв уста, начал говорить. И вот она в Евангелии от Матфея с пятой главы по конец седьмой главы, да, пятая, шестая, седьмая главы. Ну и точно так же мы слышим ее и в Луке, и в Марке, да, вот, но вот Матфея, он ее, как бы, да, можно сказать так полностью. Как вы думаете, он ее один раз сказал? Я тоже думаю, что не один, да? То есть ученики настолько хорошо ее запомнили, все вот эти тезисы, которые он там провозглашал, да, что, ну, как бы, с первого раза ведь не запомнишь. Поэтому это было целое, это было его учение, и он, да, понятно, что он где-то вот что-то добавлял, где-то что-то, может быть, не говорил, да, и так далее. Мы видим, что в Евангелии ученики иногда немножко по-разному какие-то моменты передают, да, но в целом вот это его учение. И вот он открывает свои уста и начинает говорить. И с чего он начинает говорить? Блаженство. Заповеди блаженства, да, он называет. И, ну, первое, и вот это очень важно, я говорю, для меня, ну, всегда очень важно, первое очень важно, последнее очень важно, да, очень важно то, что повторяется несколько раз, знаете, да, есть определенные принципы в Библии, да, что если что-то Иисус сказал один раз, это важно, если сказал два раза, это очень важно, если три раза, это мега важно, да, и вот, ну, как бы, все так же, как и у нас тоже, да, какие-то принципы. И вот говорю, у Бога все важно, и порядок важен, да, и поэтому вот с чего начать, знаете, важно же как начать, важно же вот, потому что вот начало это вот сама суть, какой-то вход, понимаете, и мы видим, что у Иисуса такое начало уже сразу мощное, да, не просто какое-то я вам сейчас скажу, вот я здесь подумал, вот как бы, да, вот как я начинаю проповеду, мне надо иногда разогнаться, куча каких-то параллельных ненужных слов, вот как сейчас, да, говорит, ну, Иисус и не так, Иисус зашел на гору и как, дал свое послание, да, но сейчас я самым первым, потому что вообще начать правильно очень важно, скажи Аминь, очень важно правильно начать, вот если ты правильно не начал, тебе потом придется вернуться опять в это начало, ну, как бы, какие-то вещи переделать, да, потому что вот как заканчивается Нагорная проповедь? Нет, она заканчивается притча о строителе, притча о фундаменте, да, вот, она тоже как бы отражает, вот, ну, важность начала, да, потому что фундамент строят в начале, и он говорит, ну, как бы, вот Иисус приводит двух строителей умного, разумного и неразумного, да, один из них быстрее принялся дом строить, на песке написано, а другой копал, 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 копал и заложил, докопался до камня, положил фундамент и построил свой дом, и мы видим, что сам процесс жизни в обоих был одинаковый, проблемы пришли и туда, и туда, но одного дом рухнул, а у другого дом устоял, да, вот она как бы, да, и вот, поэтому я говорю, очень важно пройти через вход, знаете, Иисус, помните, он даже тоже себя называет где-то дверью даже, да, он говорит, я дверь, в одной притче он называет себя дверью и называет себя пастухом, да, я говорю, ты дверь, я и пастух, да, вот, в одной и той же притче, и он говорит, кто через дверь приходит, тот настоящий, тот правильно приходит, кто перелазит к Индии, другими словами, это тоже возможно, помните, однажды на Перу, вот на этом брачном Перу, оказался человек в небрачной одежде, и его определили, ему говорят, как ты здесь на Перу, а одежда, он в правильном месте, в правильное время, вроде ему все принадлежит, но его берут вот так за шкирку и говорят, все, до свидания, почему? Потому что этот человек перелез где-то через забор, раньше же не были высокие какие-то там, да, если вот на Перу там какие-то заборы, а то и вообще не было заборов, да, просто вот человек просто, да, как бы, мы знаем этих людей, они иногда могут на похороны приходить, да, такие, пришли, подсели, кто его знает, с чем стороны, поел какой-то родственник, знакомый, там, и так далее, да, на свадьбу такие люди иногда могут залетать, да, вот в кино такие, курьезные случаи бывают, да, ну вот, а вы с какой стороны, со стороны невесты или со стороны жениха? И вот, ну, и вот, понимаете, мы так же можем оказаться в христианстве, мы можем так же оказаться в, вот в этой жизни с Богом, как бы, вот, оп, зашел и все здесь. Но вы помните, да, вот этот человек, он был в небрачной одежде, его просто по одежде определили, слушай, ты здесь, ты прошел через, где-то через забор, почему? А была такая традиция, вот, у евреев, что даже если у тебя не было брачной одежды, например, ты должен прийти, там, в красивом, в чем-то лучшем, да, даже если у тебя не было ее, тебе ее давали на входе. Вот если официально приглашен, ты, вот, ты приходишь, ты официально, как бы, смотрит на тебя, давай, вот, у нас есть, мы тебя одеваем, да, понимаете, и это, ну, принцип, так же, божий, да, что мы одеваемся в христианстве, Христа, да, одеваемся в праведность Иисуса Христа, но одеваемся мы через, вот, определенную вещь, да, через, вот, я это называю, нужда в Боге. И первое, что Иисус сказал в своей Нагорной проповеди, Он сказал, блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Божье Царство. Вот, про другие вещи Он говорил по-другому, блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими, блаженны чистые сердцем, ибо они Богу зря, но Царство Божье принадлежит нищим духам. То есть, ну, другими словами, вот, это как вход в Божье Царство, это как, вот, именно, единственный, законный и правильный вход, да, это именно вот эта вот нищета духовная. Как вы думаете теперь, это хорошее состояние или не очень хорошее состояние? Нехорошее? Ну, для нас оно не особо приятное. Никто не хочет быть нищим, понимаете? Или никому не нравится вот это вот, ну, как бы, состояние жажды, голода, томления духа, понимаете? Вот, ну, оно никому не нравится. Никто не хочется, никому не хочется в него погружаться. И его нельзя подделать. Знаете, да, голод нельзя подделать. Он либо есть, либо нет. Мы вот на Новый год с Оксаной наготовили, там, много еды, салатов, там, туда-сюда. Я говорю, как обидно, что желудок такой маленький. Ты чуть-чуть поел, и тебе уже не хочется. Какая разница, сколько у тебя, там, икра красная, там, или еще что-то. Ничего не хочется. И пришлось идти, ну, пошли, куда-нибудь ходить. И вот, ну, и ты приходишь, у тебя голод появился. И уже вот, уже вот, все, у тебя там есть, классно покошили, там, и так далее. Да, то есть, вот, ну, мы так созданы. Поэтому, если нет голода, не так важно вообще, что там есть. Говорю, ну, это люди знали давно уже, знаете, да? У римлян вообще, когда перы были, у них там страшные вещи происходили. У них были специальные комнаты, где люди вот два пальца в рот вставляли, все это выплевывали, для того, чтобы опять ощутить голод, и опять они могли есть. Вот. Поэтому, поэтому, с Богом похожие вещи. Ты не можешь прийти к Богу по-настоящему, прийти к Божье Царство, если ты не нуждаешься в Боге. Если ты не нуждаешься именно самому в Боге. Если у тебя по отношению к Богу есть хоть какие-то другие параллельные мысли, что Он тебе что-то может дать, что ты можешь как-то вот что-то от Него получить, там, и так далее. Ну, вот, настоящий ход, он такой. И я, ну, как бы, сомневаюсь, что кто-то может Его по-другому как-то преодолеть. Конечно, ну, в реальности, да, у нас, как бы, в нашей жизни все так немножко размыто, по времени, вот, там, и так далее, но Бог все равно ведет нас вот к этой точке. Для того, чтобы мы действительно вот поняли, в чем в первую очередь мы нуждаемся. Потому что, ну, вот, мы нуждаемся больше всего именно в Нем. С духовной точки зрения, с любой точки зрения. Вот. Поэтому в современном переводе написано так, что «Блаженный, нищий, только он у нас, да, в Синодатом, и им принадлежит ей Царство Божие». В современном, чуть-чуть переформулировали эту мысль, сказали «Блаженный, осознающий духовную потребность к Богу». Я, мне всегда раньше нравилась, ну, вот эта формулировка, ну, вот, последние, там, несколько дней я на ней по-другому задумался. «Осознающий» — это все-таки уже, как бы, когда ты понимаешь. Ну, в первую очередь вы должны это ощущать. «Блаженный, ощущающий, полную потребность к Богу». Да, и это, на самом деле, ну, благословение — это да, да. Иисус, да, он вообще ставит вот эти вот два слова «блаженный» и «нищий». В одном, как бы, да, «блаженный» и «нищий». То есть это парадокс, это, как бы, не может быть. Но именно это он и хочет сказать. Что вот так это работает. Теперь давайте вот еще один стих прочитаем. И в первой коринфянам, седьмая глава. Второй коринфянам. Седьмая глава, десятый стих. Второе, Калифианам, седьмая глава. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. Еще раз, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Вот одно и то же чувство, по ощущениям, это очень похожие чувства. Печаль и печаль, это некое состояние какого-то нужды, какого-то тамления, но печаль по Богу, покаяние, спасение, печаль по миру, и мы вот в притче с блудным сыном видим обе этих печали, в одном и того же человека. Что сначала с блудным сыном произошло? У него появилась вот эта вот печаль по миру, он ему говорит, отец, дай мне наследство, я пошел. Что с ним произошло? Бог это называет смертью, Бог это называет, он говорит, сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся, да, то есть, как бы да, и мы видим, что, ну вот, когда человек таким образом живет и думает и печалится, Бог не собирается тебя останавливать. вот, тоже такой парадокс. Вы видите вообще, как легко отец отдает наследство? Он не сел с ним, не поговорил, не с сыном, туда-сюда вот. Отец, дай мне мою часть, все, отец сел, разделил, держи, сын сказал, это говорит о том, что Бог сотворил нас со свободой, Бог сотворил нас со свободой воли, со свободой выбора и он никоим образом не собирается на него влиять. У нас есть с вами Слово, у нас есть с вами люди, пример жизни, да, у нас есть часть Божья в нас, которая нам говорит, что правильно, что неправильно, да. И, ну и в первую очередь есть Слово, да, и там раньше у меня не было Слова, и я не мог отличить одно от другого, одну печаль от другой печали. Но когда Слово пришло, и Слово мне сказало, не любите этого мира, ибо все, что есть в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот эти три вещи, да, все, чем люди так гордятся в этой жизни, преисподняя Абадон, Библия говорит, не насытимы, так же, как не насытим глаза человечества. То есть я, вот Библия меня умудряет, Библия меня открывает на эти глаза и говорит, это не те цели, мне Бог говорит, сын, это не те цели, это цели, которые тебя приведут к смерти, и уже, ну, мое решение прислушаться к этому или не прислушаться. Но даже если я не прислушиваюсь, Бог все равно продолжает быть Богом, продолжает меня любить, и у меня, ну, как бы, Он будет меня ждать, да, и мы видим, что отец очень сильно ждал этого сына, пока, ну, да, не произошла вот эта вот трансформация в его сердце, и все, что там произошло, это, ну, настал голод, расточил все, деньги закончились, перестало вести, его взяли на поле пасти свиней, он был готов есть даже то, что принадлежало свиньям, давали ему, но написано, даже этого никто ему не давал, да, то есть, вот, все, его, и вот в этом состоянии он вспоминает, да, придя же в себя, 17-й сирии, сказал, сколько наемников у отца моего избыточствует хлеб, а я умираю от волок. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче я согрешил против неба и перед тобой уже не достоин называться, сыном твоим прими меня в число наемников твоих. Вот оно, да, все, у него начинается вот эта вот печаль по дому, печаль по отцу, и вот оно производит в нем вот этот процесс изменения в его мыслях, переоценку ценности, мы что здесь читали во втором коринфе, что печаль по Богу, нужда вот этого Бога, она производит неизменное покаяние к спасению, да, и еще раз хочу напомнить, мы когда-то здесь, там, год назад, или даже два года назад, мы глубоко так говорили о покаянии, аж три части было, да, я просто хочу напомнить, потому что, ну, люди обновляют, что такое покаяние? Покаяние это не просто, ой, Господи, прости, извини, это не просто, вот, перечислить свои грехи, покаяние это греческое слово, ну, вот, нам переведено как покаяние, у нас, кстати, что покаяние, что раскаяние, они очень одинаковые, как-то слова, но вот в оригинале греческое слово, которое у нас переведено как покаяние, потребляется слово метаноя, да, знаете, ноя, по-моему, это ум, мета, это перемена, разворот на 180 градусов, то есть покаяние это разворот в твоем мышлении на 180 градусов, не на 360, да, а то иногда разворачивался, разворачивался, и перекрутился, и опять туда же смотришь. Нет, то есть вот, ну, я смотрел так, и теперь я начинаю смотреть по-другому, вот что должно произвести вот эта печать по Богу, то есть в моей жизни должны измениться ценности, в моей жизни должны измериться шкала вот этих ценностей, вот мой взгляд должен измениться, понимаете, и вот это и есть, в принципе, да, блаженный нищий духом, вот это вот настоящее покаяние, глубокое переживание, нужда именно в Боге, что все мои проблемы, они только из-за того, что, ну, как бы, я не знаю Бога, или из-за того, что мои ценности не совпадают с ценностями Бога, понимаете, потому что знать Бога, это не просто знать какую-то информацию, да, а Библия использует такие слова, как познание Бога, да, это уже, уже соединение с Ним, да, вот, поэтому печаль вот этого по Богу, она производит неизменное покаяние, ну, неизменное перемену ума, да, то есть ты, если пережил по-настоящему, если вот, ну, ты осознал, как это, ну, плохо без Бога, и ты действительно, ты понимаешь, что ты нуждаешься именно в Боге, вот, то ты и слова вот эти сможешь произнести искренне, вот, как этот блудный сын, внутри себя, еще так, да, вот, вот что такое покаяние, придя же в себя, вот оно покаяние, да, вот здесь вот так вот написано, но придя в себя вдруг, бум, он осознал, придя же в себя, сказал, в себе сказал, сколько наемников у отца моего избыточствует хлеба, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, очень, я согрешил против неба перед тобой и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число подъемников твоих, и вот, вот оно, настоящее покаяние, то есть он не просто хочет вернуться именно как сын, давай я опять буду сыном, но он готов быть даже работником, понимаете, он готов быть даже самым последним, но лишь бы вы и там, лишь бы его все-таки приняли, вернули и, ну, накормили, восполнили эту нужду, защитили его, да, от его нужды, и вот, ну, вот эта вещь, которую нельзя подняться, знаете, вот, ну, тут уже мой личный такой опыт, я когда-то эту историю слышал тоже, я где-то, ну, я недолго слышал Евангелие, может быть, месяца четыре, я был на первой конференции вот своей, и был один проповедник там, такой дедушка, и вот он проповедовал притчу о блудном сыне, и я был в центре реабилитации, я был уже, говорю, что месяца четыре, наверное, центр был хороший, не то, что наш, вот, там мы быстро приходили в себя, были высокие, можно так сказать, заборы больше духовные, какой-то заботы, что, ну, я очень быстро не то, что там бросил пить, курить и матом ругаться, я даже думать матом перестал, да, я уже даже в мыслях своих, как бы, не позволялся, я, конечно, потому что, ну, там был такой жесткий контроль от людей, да, и с тобой были все время кто-то приставлен, тебе все время какими-то хорошими такими правилами ты был нагружен, я говорю, там даже фантик бросить нельзя было, я помню, я на прогулке, как обычно, дали конфетку, я бросил фантик, мне сразу «Эй, подними, мы не бросаем фантики», я в страхе поднял фантик, больше никогда не бросал фантик, да, потом там мы пришли на какой-то родник за водой, там мы ходили по обедам на родник за водой, и я, как бы, болел, я еще не умел много ходить, и я сел на корточке, у нас это называется «нацеллы», вот, и мне сказали, «Не-не-не, мы не сидим нацеллы, мы меняем жизнь полностью», все, то есть, я говорю, что даже на корточках, фантик не бросали, на корточках нельзя, ты всегда под контролем, все, я за 4 месяца превратился в полностью святого человека, вот, тем более я был такой позитивный, как бы, человек, не депрессивный, еще достаточно молодой, мне было 21 год, вот, я наркоманом там был полтора года, я даже тоже это рассказывал, да, что я, ну, там были люди со сроками, вот с такими толстыми пальцами, ну, как бы, кто в теме, он знает, вот, мне даже похвалиться нечем было из той жизни, я так себе еще годик накидывал, что я больше наркоман, это был стыдный, я сказал, что я вообще тогда здесь делаю, вот, ну, мне не трудно как-то было быть, стать хорошим человеком в хорошей атмосфере, понимаете, вот, атмосфера была хорошая, закон был сильный, и я быстро стал хорошим человеком, но, вот, знаете, вот эту проблему внутреннюю, ее, вот эти вещи ее не решили, то, что мой внешний порядок, мое внешнее привидение в себя, оно не решало эту проблему, и я это где-то в глубине чувствовал, может быть, я на тот момент сильно об этом не думал, как бы, мне хватало того, что вот я чувствовал себя хорошо и шел по этому пути, но я очень благодарен Богу, что он вот через этого проповедника мне донес вот эту вот вещь, очень важную вещь, нужды именно в Боге, и во время этой проповеди, вот я слушал тоже проповедь об этом плутном сыне, я вдруг, как бы, это все так ощутил, так понял, что нет у меня этого, что я реально в Боге не нуждаюсь, что я не ощутил этого, я хочу все, что дает Бог, я хочу будущее хорошее, я хочу вещи, я хочу позицию, я хочу быть христианином, я все это хочу, хорошим ее, но вот в Боге по-настоящему я не нуждаюсь, нет у меня вот этого, не могу я себе сказать это искренне, что я нуждаюсь в Боге, не могу я, как этот блудный сын, произнести искренне вот эти слова, что я готов быть самым маленьким, самым последним, понимаете, не готов, нет у меня этого в сердце, и я понял, что я не могу это подделать, я не могу притвориться, не могу так Богу сказать, бух, я готов быть самым последним, но вообще-то мне нужен перстень, ботинки, вот это вот все, то, что дали ему потом, понимаете, я вот в какую-то секунду я это увидел, что я хочу перст, я хочу новую одежду, я хочу пир, я хочу все то, что дали блудному сыну, только вот без того, что он почувствовал вот так. Я понимал, я понял вдруг в один момент, вот в эту секунду, что это невозможно, что Бога не обманешь, себя не обманешь, что вот эта вот нужда именно по Богу, она либо есть, либо ее нет, да, голод, либо есть, либо его нет, либо мне вкусно есть пищу, либо я как-нибудь, или вообще никак. И понимаете, вот я же говорю, я уже сейчас там, будучи в центре, видел как вот, ну как одного человека лично прям знаю, вот он уходил, разбивался там напрочь, да, грубо говоря, жизнь свою, да, все опять терял, приходил, несколько дней так, потом, а где мой перстень, где вот эти, где вот эти вещи, я говорю, ну, придется, похоже, говорю, тебе опять пойти. Потому что, ну как бы, ты все равно пришел за этими вещами, ты вот не готов вот это вот пережить, вот в этой вот, в честности, вот в этом настоящем, что, Бог, я в Тебе нуждаюсь только, мне только Ты нужен, я готов быть вот, ну вот, вот этим вот мизинчиком, ногтем на мизинчике, который отрезать даже можно, но он еще там, понимаете, вот, я это настолько ощутил, настолько понял, и я ужаснулся, думаю, а что делать? Вот, ну вот, в момент этой проповеди я ужаснулся, что, ну, я не туда, что действительно, ну, я хочу по-настоящему. И я поэтому вот вам сегодня и проповедую, что на самом деле это можно попросить. Мне пришла, вот, я думаю, что это Бог меня так повел, уверен даже, да, что я его, вот, помню, как прямо это было, наверное, моя первая настоящая искренняя молитва. Ну, все остальные были нормальные, искренние, но вот такая вот осознанная и искренняя молитва, причем я попросил, вот представляете, что я попросил, я говорю, Бог, я понимаю, что без этого никуда. Я прошу Тебя, дай мне это пережить. Я хочу ощутить эту нужду. Тут же на меня напал вот этот какой-то страх. Ты понимаешь, что ты просишь вообще? Ты понимаешь, что когда ты в этом состоянии окажешься, как ты себя будешь чувствовать вообще? Что это будет за состояние? И я говорю, в принципе, понимаю, ну, куда деваться. Ну, как бы вот, внутри себя вот такой вот, как бы идеал, куда деваться. Я говорю, да, я хочу. Дай мне пережить, познать вот эту вот нужду именно в Тебе. Я понимаю, что под другому, вот, христианство, настоящим христианином не стать. Не стать. Понимаете, и мы видим это через даже эту историю. Вот он, старший брат, который находится в доме отца, но который вот живет так, как он не знает отца. Который, да, отец говорит, сын, все мое твое. Я и козленка не мог с друзьями поесть, а этому сразу все даешь. Упает. Этот умер, этот вот, ну, понимаете? И вот здесь вот именно вот это, что именно вот этот вот блудный сын смог именно пережать, пережить, ощутить вот эту нужду в Боге и, соответственно, и любовь, и благословение, да. Но пережить ее, и мы должны по-настоящему, не получится сымитировать, не получится вот так вот притвориться перед самим собой, что ради песня, ради одежды, ради праздника и вот этого всего. Потому что, ну, вот так это к нам близко. Поэтому не хотеть это переживать, да, потому что ситуация действительно, ну, как бы, непростая. И вот я попросил, помню. И какое-то первое время я прям был насторожен, когда же придет. Я потом, я понимал, что будет пустыня, там, я крестился. Еще через полгода после конференции я вообще там, ну, как бы, как на крыльях летал. Это не был самый ключевой, там, момент этой конференции. Ну, сейчас я понимаю, что это был вот в моей христианской жизни именно самый такой ключевой момент. Я там еще много чего получил, поэтому это было вот так, да, в общем потоке. И немножко залисталось потом. Я говорю, что даже вот на этой конференции, когда вот я получил это слово, я там вот это все с Богом порешал. И потом там было вызов на покаяние. Я не знал, что это вызов на покаяние. Ну, там, вроде вызов принимать Иисуса, а я-то его уже принял. И я помню, я не вышел. Я тоже рассказывал об этом моменте. И там был один испанец, который меня вел, старший какой-то мой. И мне там на следующий день там, ну, ты не вышел. Я думал, ты выйдешь. Я так расстроился. Думал, уже надо было выйти ради него. Ну, как бы, вот, дурак не вышел. Но я не вышел по другим, как бы, мыслям, да, что я, ну, я уже имел отношение с Богом, я уже его принял. Чего я буду принимать его еще раз? Это как-то, ну, не очень правильно. Поэтому я говорю, вообще, мое свидетельство, оно такое, я все-таки там через год или через полтора раза сомневался вообще, принял я Иисуса или не принял я Иисуса. И вот это вот, потому что там куда-то приходишь, помню, там конференция или какое-то сильное собрание, я там опять всех проповедника разогрел, я говорю, давайте, встаньте там, кому надо принять Иисуса. И раз со мной люди моего времени повставали, я думаю, ну, мы же приняли уже, и вот я там, и вот я, ну, какое-то время там чуть ли не за ручки брался, чтобы не вставать. Вся эта ситуация меня так, ну, расшатала мою, как бы, веру, что я засомневался в какой-то момент, принял я или не принял. Но я сделал как? Вот, Бог дал мудрости, я пошел, спустился там в какое-то темное место, чтобы с ним поговорить, и говорю, Бог, я сомневаюсь, принял я тебя или не принял, что делать, не знаю, но давай так, вот если я вдруг там где-то не принял, давай вот сейчас я еще раз тебя принимаю, и все. Ты же не обидишься, что я вот второй раз тебя принимаю, там, или третий, но я просто больше не хочу, да? То есть, если я там свои какие-то решения принимал когда-то на эмоциях, и потом в них там засомневался, думаю, может, я на эмоциях принял, то вот здесь вот я еще раз осознанно это проговорил, и после этого меня как бы отпустил. Вот, ну, а что касается вот этой вот, когда я попросил у Бога нужды, вот этой настоящей именно в нем, я говорю, прошло, наверное, года, ну, год точно уже прошел, я уже был в другом городе, в центре, уже был там ответственный, вроде ведущий все, дела какие-то, и уже там на собрании, по-моему, немного говорил, да, то есть как бы на меня уже какие-то вещи возлагались, как на христианина, я уже как бы вот, ну, вдруг я вошел в такое состояние, как бы так постепенно, в такую тоску, в такую печаль, ну, сейчас называется депрессией, может быть, да, вот этой внутренней, да, что, это, наверное, было и на лице видно, но я нес там все эти ответственности, я играл на гитаре, я был в хоре, даже лидером там был, да, был лидер на стройке, но то, что было у меня внутри, это был просто ужас какой-то, ну, вот, такая тоска, такое состояние, и вот в один из дней, там, в этом состоянии, я забыл же про то, что я у Бога попросил, потому что уже больше года прошло, и я вот в это состояние погрузился, как-то достаточно так, постепенно, и вот я вот из этого состояния своего вызываю к Богу, Бог, ну, там, плави на бою, и Он мне напоминает, ну, я ему там спрашиваю, да, что происходит, почему так плохо, а ты помнишь, что ты просил? вдруг у меня вот как, вау, это же то, что я просил, это вот именно то, я думаю, вот так вот Бог ответил, то есть я вот в одну секунду ободрился, в одну секунду это состояние уже из этой безнадежности стало для меня вкусным состоянием, я не скажу, что оно сильно изменилось, что я прям сразу там, какая-то ликует, нет, но я действительно вот увидел себя, ощутил, что вот я просто хочу без Бога, что я вот просто там, помню, я спускался в подвал, и куда-то там, просто мы на стройке строили, и я вот там уходил от всех, какой-то угол темный забивался, и просто говорил, Бог, мне нужен Ты, мне нужна Твоя любовь, дай мне только вот ее почувствовать, я хочу быть только с Тобой, мне вообще все равно до этих всех там позиций или чего-то, мне просто нужен Ты, мне больше ничего не нужно, и это было настолько искренне, настолько по-настоящему, что в принципе вот после этого момента, ну как бы начался уже подъем, 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 и уже вот это состояние уже больше никогда так сильно мной не владел. Сейчас моя жизнь, она именно, ну как бы, я уже умею, как бы, я бы так сказал, управлять этим состоянием, вот этой нуждой в Боге, потому что оно часто приходит в жизни, что, ну оно приходит иногда из каких-то бытовых моментов, что-то у тебя не получается, что-то не срастает, какое-то давление, какие-то вот, да, ты начинаешь и тут плохо, тут плохо забивать, но когда ты вспоминаешь об этом, что вот ты вот это вот состояние свое можешь сейчас использовать просто для того, чтобы искать Бога, и это просто блаженство, что ты нищий духом, что ты ощущаешь эту духовную потребность Бога, ты просто берешь вот эту печаль, которая по идее тебя хочет убить, которая хочет тебя как бы разрушить, ты ее просто обращаешь совсем в другое, просто вот в доступ к Отцу, в нужду в Боге, вот в этот голод, и реально, ну как бы, это круто. Я как бы по-другому, ну тут трудно подобрать слова, выразить вот эти вот невыразимые вещи, но Бог, Он, понимаете, Он, вот мы сейчас читали деяния Павла, да, который говорит, что вы искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли, хотя Он близко от каждого из нас. Знаете, вот, ну вот, когда ты доходишь до этого момента, это именно вот, ну, именно то, через что Богу просто необходимо тебя провести и довести. И вот блудный сын, да, мы видим, он решил это в сердце, он пришел в себя, он произнес эти слова в сердце, и вот этот второй момент встал и пошел к Отцу Своему. И когда Он был еще далеко, увидел Его, Отец Его, и сжалился, и побежав, пал Ему на шею и целовал Его. Вот представьте, какой наш Бог. Вот Он тут так делает, Он так реагирует. Тебе кажется, что ты еще далеко. Ну, вот, Отец все сразу понял. Понимаете, вот, если вот там этот Отец, да, как человек, Он все понял и побежал, и пал, то наш Бог еще быстрее. Понимаете, наш Бог еще ближе. Как только Он видит вот эту твою настоящую нужду, Он сразу на нее реагирует. Он сразу вот как как поршел сверху, да, что пал, когда Он был еще далеко, Отец Его сжалился и побежав, пал Ему на шею, целовал Его. Сын же сказал Ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой и уже не достоин называться сыном твоим. Ничего не замечаете. А Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду. Вот мы видим, что Отец не дает ему даже договорить. Вот эту фразу, которую он приготовил, там, дай мне быть просто вот одним из работников, он даже не договаривает. Ему Отец не дает, не надо мне этого. Понимаете, но это работает только при вот этой настоящей искренности. При вот твоей, действительно, вот переживал ли ты это. И я говорю, что сегодня для меня вот важно еще раз об этом говорить. И для тех, кто только начинает, и для тех уже какое-то время с Богом. потому что я знаю, что может быть такая ситуация, что ты мог миновать этот вход, что ты вот мог не дойти до этой точки, что ты, потому что мы видим здесь, был этот старший сын, да, который вот не переживал того, что пережил глупый сын. Вот эту жажду и необходимость в доме отца. Понимаете, вот он, он живет там, и он недоволен. Он живет там, и он критикует. Понимаете, он живет там, и он даже, когда блудный сын возвращается, не идет на этот праздник. Понимаете, вот, и это очень плачевное состояние. Я всегда, когда про это читал или слышал, я очень не хотел оказаться в шкуре вот этого старшего брата, да, который вот так вот все правильно, все нормально, на месте, толком нужды никогда никакой не знал, и, ну, и отца не знал, и возможности не знал, и не знал, с чего ему можно, с чего ему нельзя. То есть, грубо говоря, и не жил той жизнью, в которой мог бы жить. Как из этой ситуации выводиться, да, с чего ему теперь идти, как блудному сыну, дай мне, папа, денег, я пойду, тем же путем пройду. Это неправильно, но, вот, и я это понимал, вот тогда, когда просил. Вот у меня тогда стал вопрос, в чем мне? Идти опять туда, чтобы вот прям докатиться, чтобы его воззвать, и я нашел другой путь. Просто искренне попросить Бога об этом. Просто искренне попросить Бога об этом. Поэтому вот мое сегодняшнее желание, чтобы мы сейчас, еще какое-то время, мы помолились, чтобы вот вы, ну, действительно, если не было, если сомневаешься, что это было, если не находишь в своем сердце, что ты действительно переживал, или переживаешь это, что ты действительно нуждаешься именно в Боге. Не в том остальном, все, что следует за этим. Потому что, действительно, не получишь. Если не пройдешь через этот ход, не ощутишь это блаженство нищего, духом, но по-настоящему, голодного, именно по Богу, по-духовному. Иисус говорит, «Всякий, кто жаждет, приди ко мне и пей». В Откровении 22 главы «Всякий, кто жаждет, приди и пей воду жизни бесплатно». Да. Условие одно. Жажда. Нету цены, да? Нету как бы. Бесплатно пей. Приди и пей. Но только жажда. Только тот, кто жаждет. Только тот, кто действительно хочет ее пить. Не подделаешь жажду. Не подделаешь. Поэтому я просто вам этого желаю сегодня. Вот. Затуматься над этим. Чтобы если нету этого, пойдите моим путем просто. Вот я, знаете, я знаю, что то, что я прошел, я могу передать. Я могу именно этому научить. Когда-то я даже не придавал сильно значение вот этому моему свидетельству. что я не стал идти на глупости и уходить там куда-то разбиваться опять в лепешку для того, чтобы почувствовать нужду. Это же тоже лукавство. Ну, я не чувствую нужды, наверное, мне надо пойти еще просточить имение. Поступить как трудный сын. Вот я вам говорю, что в моей жизни сработало так, что я осознанно попросил пережить нужду. Пережить нужду в Боге. Попросил, у меня были такие моменты, это тоже было в процессе, попросил его удержать меня. Да, вместе с этим. То есть, вы все это можете попросить. Вы можете вот в этот момент, когда вы просите Бога нужду, еще сказать, ну, Бог, ну, помоги мне это пережить, помоги мне, когда это придет, вспомнить то, что я это просил, и направить эту печаль в нужную сторону, чтобы выдержать это. Потому что я говорю, что когда это придет, это трудно выдержать. Это трудно. Но без этого в Царство Божие входа не существует. Без этого мы хотим, как просто мирские люди, все, что есть у Бога. Ну вот, все, что есть у Бога, вот эти персти, одежда, праздник, тельцы заколоты, оно только после вот этого вот внутреннего сердечной жажды такой, да, именно по Богу. Без каких-либо условий. Понимаете, вот как у плодного сына. Никаких условий не было. Я готов быть самым последним в числе наемников и так далее. Все, я ни на что не претендую, ничего не надо. Просто дай мне быть здесь. И все. И мы видим, что когда Бог тебя доводит до этого, когда Бог проводит тебя через это, ну как, Он сразу напрягает нас до еще. Ты можешь быть в этом уверен, но довести тебя до этого Он должен. Поэтому вот Он этому очень сильно радуется. Вау! Мой сын пропадал и нашелся. Мой сын был мертв, а теперь, а теперь жив. И он радуется, что сын живой, и он осознал, он понял, он пришел, и теперь ничто не похитит его из его руки. Понимаете, вот, ну, если мы это пройдем, если мы переживем это, ничто потом не сможет нас остановить. Потому что мы всегда будем понимать, где и куда идти, как использовать вот эту нужду, как использовать вот это состояние. Аминь? Аминь. Поэтому, я говорю, в Библии есть очень много таких примеров. Возьмите царя Давида и его псалмы. И когда вот вы поймете, да, вот, и почитаете его псалмы, я беден, я нищен, как лань, желает к потокам воды, так моя душа стремится к Богу живому и так далее. Да, то есть, это не просто какие-то красивые песни творчества. Это жажда души его, которую он вот изливает там где-то по ночам, по утрам к Богу, ищет Бога и Бог говорит, я нашел мужа по сердцу моему. Да, и мы видим, что уже никакие там его ошибки или грехи не смогли его выбить из воли Божьей. Не смогли. Саула смогли. Причем даже не такие сильные, как у Давида. Ну, быстро вылетел, быстро выпал. Потому что вот он не прошел через эти узкие врата. Я бы даже назвал это узкими вратами тоже. Вот именно это узкими вратами. Не закон и правило узкие врата. А именно вот это вот духовная нищета. И многие из вас просто даже по жизни вы к ней близки уже. Просто не отворачивайтесь от нее. Просто вот кричите к Богу из этого. Да? Из своей вот этой нужды, из своей вот этой тоски. Потому что не кричите к миру. Не желайте вот этих ну, кричите и провозглашайте, что Бог, действительно, я верю, что мне нужен только ты.